Я, во-первых, хочу поздравить вас с тем, что это уже не первый дом, дом образцового содержания в городе Черкесске, в Карачаево-Черкесии, но действительно, то, что сейчас я посмотрел, конечно, очень красиво. Председатель наблюдательного совета фонда содействия о реформировании ЖКХ Сергей Степашин поздравляет руководство и жителей Карачаево-Черкесии с еще одним домом образцового содержания. По его словам, во время поездок по стране он нигде не видел столь оригинального дизайнерского решения по созданию комфортной и в то же время вместительной придомовой территории, как во дворе по улице Красноармейской. Кроме того, представитель госкорпорации высказал уверенность, что в скором времени регион полностью избавится от аварийного жилья. В столетии республики, республика должна быть без аварийного и непригодного от окружения жилья. Первый в нашей стране, кстати. Затем участники торжественного мероприятия осмотрели здание изнутри, а также убедились, что переданная горожанам табличка заняла на фасаде дома достойное место. Секреты образцового содержания для других людей. Труд непосредственно, труд не, как вам сказать, когда жильцы сами заинтересованы в том, чтобы дом содержался в таком образцовом содержании, они нам и помогают, и детишки наши здесь прекрасно себя чувствуют. И все это благодаря тому совместному действию, которое мы здесь оказываем. Построенный в 2013 году многоэтажный дом и прилегающая к нему территория действительно выглядят образцово. И здесь нет ничего удивительного. При активном участии управляющей компании и горожан на двор приятно смотреть. В нем комфортно себя чувствуешь. Впрочем, в Черкесске найдется немало дворов, где пока точно не хочется задерживаться. Жильцы одних домов ждут своей очереди за благоустройством, встав в нее с предоставленным в 2017 году пакетом документов. Собственники других территорий во время объявления о старте федеральной программы формирования комфортной городской среды, видимо, решили, что для них слишком хорошо тоже плохо. В результате остались ни с чем. Третьи горожане уже прошли этап капитального ремонта своих дворов. Кому-то преображение пошло на пользу, иным нет. К числу последних приходится отнести двор по улице Октябрьской, который всего три года назад можно было считать одним из самых благоустроенных в Черкесске. Но что представляет из себя та же территория сейчас? Детский игровой комплекс впору сдавать на лом. В ограде спортивной площадки кто-то проделал еще один лаз. Видимо, входить через нормальный проем тут не принято. Да и урны исчезли с территории довольно быстро, и сейчас, скорее всего, служат какому-нибудь частному подворью. Оставив жителей многоэтажек перед выбором – мусорить на газонах или искать контейнер где-то за углом. Крепкая воркаут-площадка такая она, металлическая вся, и ее умудрились развалить. Задача нас – сохранять то, что нам сделали, и также оберегать. Три года – это совсем небольшой срок. Зачастую люди просто безалаберно относятся к своему общему имуществу. Есть и дома, которые после благоустройства, люди, не знаю, как даже их назвать, люди бесчеловечно относятся к тому, что им сделали. То есть в том году сделали благоустройство, в этом году уже надо по новой делать благоустройство. Впрочем, есть и такие придомовые территории, куда приятно заходить и спустя некоторое время после ремонта. Причем даже не возникают сомнения, что, например, в этом дворе по улице Космонавтов красота останется надолго. Ведь сами жители заинтересованы в ее сохранении и дальнейшем улучшении. Хочется, чтобы во дворе было красиво и людям, и деткам. Все, которые посажены растения, это мы где-то покупали семена, где-то нам давали рассаду. И мы постарались, вот, сделали такую красоту. На следующий год мы вообще хотим еще альпийские горки сделать. И вот даже люди приходят у нас, сфотографируются, потому что у нас очень красивый двор. Это наш двор, потому что я всегда говорю, если мы сейчас поддержим это все, он у нас и год, и два, и пять, и десять будет. А если мы сейчас развалим, потом нам его не сделают еще раз, это может лет через пятьдесят. Когда нам эту плиточку положат, заборчик поставят, здесь вообще будет у нас шикарно. В рамках этой программы федеральной, да и вообще по-человечески, каждый из нас, кусочек двора, это наша собственность. И весь двор, собственность каждого жильца многоквартирного дома. И, соответственно, мы должны поддерживать это в надлежащем состоянии. Многое действительно зависит от самих людей. Тем, кто в меру своих возможностей старается благоустроить собственный двор, хочется помогать еще больше. Когда же видишь безразличное отношение жителей к тому, что для них уже сделано, становится немного жаль усилий, приложенных строителями по сути впустую. Артур Махце, Андрей Дорошенко, Миха Каракелян. Итоги недели. Артур Махце, Артур Махце, Ковалowie. Продолжение следует...